Ростовская областная специальная библиотека для слепых выпустила в свет новый краеведческий сборник «Тщательный отбор». Сборник рассказывает о жизни и деятельности донских ученых, автоконструктора Дмитрия Дмитриевича Бондарева и фармаколога Николая Николаевича Каркищенко. Третья часть – это материалы о конструкторском бюро «Орбита» в городе Новочеркасске. По традиции книга выпущена в трех форматах – укрупненным шрифтом для слабовидящих, шрифтом Брайля и говорящая книга на CD-диске. Первая часть сборника посвящена одному из родоначальников российского автопрома – Дмитрию Дмитриевичу Бондареву. Родился будущий инженер-конструктор, один из основателей отечественной автомобильной и авиационной промышленности на Донской земле, в станице Раздорской, в семье потомственных казаков. Его жизнь была полна взлетов и падений. В начале XX века, будучи студентом Харьковского технического института, увлекся революционной деятельностью и даже был подвержен гонениям. В 1917 году Бондарев вернулся на родной Дон и поступил на службу к атаману казачества генералу Каледину. В 1918 году был репрессирован вместе с другими участниками Белого движения, но вскоре был отпущен. Уцелев в годы революции, он погиб в страшные годы репрессии в 1937 году. Дмитрий Дмитриевич еще в юные годы руководил в Риге автомобильным отделением огромного концерна – русско-балтийского вагоностроительного завода. Затем в 1917 году был приглашен директором в автомобильное московское общество, которое послужило основой для отечественного автогиганта «Зила». В 1930-х годах в Ростове-на-Дону проектировал и строил знаменитый завод «Россельмаш». Работая главным инженером Главного автотракторного управления, в 1935 году был приглашен на работу в ЗИС «Завод имени Сталина», но наступил 1937 год. Вторая часть сборника также посвящена уроженцу Дона из небольшого села Койсук, ныне это микрорайон города Батайска, Николаю Николаевичу Каркищенко, основателю первой стране кафедры клинической фармакологии. Еще он академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук и Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, член-корреспондент Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, член редколлегии ряда отечественных и зарубежных научных изданий. Он автор более 500 научных трудов, у ученого более 60 патентов на изобретения. В Ростовском мединституте проработал он 20 лет, пройдя путь от ассистента до ректора, и превратил этот вуз в один из самых значимых медицинских центров Советского Союза. В мае 1986 года Каркищенко, как ведущий отечественный ученый-фармаколог, был командирован в зону ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. А затем Донской фармаколог стал главой Медицинской космической комиссии. Именно он ставил последнюю подпись под допуском космонавтов к работе на орбитальной станции «Мир». Созданные им препараты использовали для защиты организма от воздействия экстремальных факторов космического полета и радиации. Интересный факт. До сих пор не все знают, что своими успехами советская космонавтика во многом обязана группе инженеров Новочеркасска. Здесь с начала 70-х годов работало особое конструкторское техническое бюро «Орбита», в стенах которого разрабатывались тренажеры для центра подготовки космонавтов. И космодрома Байконур. Сегодня в конструкторском бюро строят тренажеры не только для космонавтов, но и для подводников, летчиков и железнодорожников. О деятельности КБ «Орбита», чьи изобретения проложили в дорогу к звездам, и идет речь в третьей части краеведческого здания. Служение науке и человечеству. Вот о чем идет речь в краеведческом сборнике.